Иран под прессом. Израиль и США продолжают оказывать на страну сильнейшее давление. Они требуют отказаться от разработок ядерного оружия. Накануне, я напомню, израильтяне опубликовали данные секретного иранского архива, который их разведка похитила прямо из Тегерана. Все подробности знает Сергей Ослендер. Наступление на Иран идет сразу по нескольким фронтам. Американский суд присудил семьям жертв терактов 11 сентября миллиард долларов компенсации, который должен выплатить Тегеран. При этом спецкомиссия по расследованию теракта не нашла прямых доказательств причастности иранских властей к трагедии. Однако суд Нью-Йорка учел при вынесении решения выводы о том, что Иран якобы передавал материальную помощь Аль-Каиде. Когда было выгодно геополитически требовать вот эти компенсации от Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты требовали от Саудовской Аравии. Теперь, когда изменилась геополитическая ситуация и Саудовская Аравия является лучшим другом Соединенных Штатов после Израиля, то вот поэтому у нас появилась вот эта вот иранская связка, которой не было раньше. Аналитики всего мира только и обсуждают, что же сейчас будет после громкого заявления израильского руководства об иранской ядерной программе. Никто не сомневается, что это был самый впечатляющий успех МОСАДА за всю его историю. Теперь вопрос, как этот успех будет использован? Оппозиция уже обвинила премьера в том, что тот с излишней театральностью раскрыл деятельность израильской разведывательной сети в Иране. Это одна точка зрения. Другая заключается в том, что добытые материалы ничего бы не стоили, если бы их по-прежнему держали в секрете. Весь смысл этой операции как раз и заключался в том, считают аналитики, чтобы поймать Тегеран с поличным. Для публикации материалов момент был выбран просто идеальный. В Белом доме как раз решают, что делать с иранской сделкой, а тут такой козырь. Многие эксперты полагают, что документы были добыты уже достаточно давно, но их берегли как раз для такого случая. 12 мая президент Трамп примет решение, что делать с иранским договором. Советник по национальной безопасности Болтон сказал, что президент еще не сделал свой выбор, но мои источники в израильской администрации и разведке утверждают, что решение уже принято. Иран всячески отрицает, что продолжает ядерную программу, точнее ее военный компонент. В Тегеране говорят, что израильская сенсация как раз и доказывает, что Исламская республика придерживается пунктов договора. Похищенные документы были не в работе, а на складе. Мы не будем никому доверять нашу безопасность, а также не будем пересматривать или дополнять сделку, условия которой добросовестно выполняем. В любом случае судьба иранской сделки должна решиться 12 мая. Как она повлияет на события в регионе, можно лишь гадать, но совершенно очевидно. Если договор расторгнут, ничто уже не помешает Ирану продолжать свою ядерную программу. Эксперты говорят, учитывая сведения, добытые Израилем, для получения Тегераном бомбы ему понадобится один год. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканал Интер. Продолжение следует.